По данным Генерального штаба ВСУ, самая сложная ситуация с начала суток сохраняется на Кураховском направлении. Там украинские воины отбили 17 штурмов россиян. Все еще горячее и на Покровском направлении. Силы обороны Украины сдерживают там натиск российских войск, которые предприняли 13 безуспешных попыток атаковать позиции украинских воинов. Обострилась ситуация на Времьевском направлении. Там противник 11 раз пытался штурмовать возле Углидара. Богоявленки, Екатериновки и Елизаветовки. Украинские воины стойко держат позиции на этом и других направлениях, в частности, возле Волчанска. Также в Волчанске россияне до сих пор безуспешно пытаются прорваться на агрегатный завод, откуда их на днях в результате чрезвычайно сложной операции выбили подразделение Главного управления украинской разведки. Как отметили в ГУР, на заводе армия РФ понесла значительные потери. Но эта операция имеет важное значение для дальнейших действий сил обороны Украины. Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику обеспечения наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это позволит силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли. Украинские воины выложили видео разгрома очередной атаки россиян на Покровском направлении и отметили, что была уничтожена бронетанковая колонна. Российская армия бросила на штурм в районе Селидова танк, две бронемашины и баги с пехотой. Умелыми действиями гвардейцев вся техника была утилизирована. Пехота успешно пополнила обменный фонд. Украинские воины продолжают совершенствовать свои навыки по виртуозному использованию вооружения. Как сообщили в Нацгвардии, на этом же Покровском направлении украинский защитник уничтожил российский танк прицельным выстрелом из ракетного комплекса «Джавелин». Не уступают нацгвардейцам в точности ударов и операторы ФПВ-дронов. Как отмечают аэроразведчики, они следят за каждым шагом российских оккупантов. Наш объем работы очень большой. От корректировки ФПВ-дронами минометных расчетов, артиллерии и заканчивая авиацией. Сопровождение штурмов. Задачи разные. Уничтожали вражеские танки. Находили, уничтожали. И командные пункты, и с помощью авиации тоже уничтожали. И боевые бронированные машины. Наверное, одна из самых крупных целей – это танк. Больше 9 тысяч российских оккупантов ликвидировали украинские военные за последнюю неделю. Об этом сообщили в сухопутных войсках ВСУ. А также отметили, что силы обороны Украины за прошедшую неделю уничтожили более 2000 единиц вооружения и военной техники россиян. Стратегический ресурс армии России практически выведен в строе. Это убитые или тяжелораненые, которые не возвращаются в вооруженные силы России. Помним, что на момент вторжения их примерно находилось до 700 тысяч в строевых частях российской армии. Как и сейчас, мы говорим, весь этот состав уничтожен. И сейчас работают только мобилизационные структуры, которые прошли быструю подготовку, но не имеют большого опыта. Да, их еще много, но каждый день 1300, 1200, 1700 выводим из строя. Это еще большой подрыв. Общие потери российской армии в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 650 тысяч. По данным генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки армия РФ потеряла еще 1170 человек. Также украинские военные уничтожили 9 российских танков, 38 боевых бронемашин, 62 артиллерийских орудия, а также по одной системе ПВО и РСЗО. Кроме того, силы обороны Украины сбили 93 беспилотника и поразили 94 единицы автомобильной и спецтехники противника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...